всем здарова народ с вами варчик и разработчики и водомесы как обычно обосрались обосрались почему давайте разбираться ну во первых водомесы начали делать свои сверх обзорчики льготных танков все как один сказали что этого недостаточно что нужно обнуть больше но никто не заметил одной такой простой вещи что все льготные танки месяц 6 уровне вообще не глядя тупо на автоприцеле хорошо и довольно таки танкует и тупо не замечают а некоторые танки даже при том что они почти всегда попадают девяткам умудряются казаться людям нормальными по типу тайпа 59 там из 6 довольно таки неплохо танкует вот в основном такие вот тенденции что так сидеть неплохо обнут и 6 там чуть немного танкует остальные там супер пешеных никакой ну и плюс-минус остальное никакое 112 он как и был бронированный никуда не делся ну и плюс-минус все также и осталось на своих местах как и было до этих всех apple потому что ну все думают что они бесполезные эти апы на мой взгляд льготные танки стали сильнее с одной стороны а с другой стороны ну допустим супер пешеных он как был не особо бронированный с кучей зимы зон он принципе так и остался вот что-то ему нужно добавить с этим лицом потому что танк едет как будто бы у него лицо непробиваемая по типу как у гуся гусь конечно бронированный но можно там некоторые места пробивать но супер пешеных это вообще дыра и так получается что ну все плюс-минус на своем месте фцм людям не зашел люди не хотят потеть не хотят учиться и страдать на танках на которых надо думать и что там делать в боях люди хотят выехала лицо бахнул силуэт урон получил не фцм в принципе плюс-минус понравился но это не тот уровень боев которым он должен быть он вышел интересный нормальный да не хватает стабилизации но там особо ее никогда и не было у французов всегда долгое сведение и перед выстрелом нужно было сводиться всегда а вот то что добавили у венов и скорострельности и еще динамики мне понравилось конечно же можно из всех танков разного геймплея слепить один и им плей одинаковый чтобы он всем нравился и все мы будем играть на одинаковых танках но это уже другой разговор и в чем же обосрались все эти люди а в том что разработчики им написали мы сделаем сначала об а потом сделаем новый балансировщик и посмотрим как это все будет и танки не будут так часто вне списка попадать видимо посмотрим чем же обосрались разработчики то что они сначала апают танки а потом думают куда они будут попадать каким уровнем они будут попадать и как часто короче все вокруг по обсирались я на это со стороны посмотрел и подумал как обычно world of tanks хули с него взять как по мне все апы они нормальные все хорошо единственно что супер першин как обычно меня не вдохновил это просто какая-то дыра на все лицо вы принципе и все и оценивать все остальное желание особо нет нужно было разработчикам не торопиться не спешить не вбрасывать вот этот вот аппы льготных танков а подождать когда они сделают новый баланс тогда уже завозить уже и аппы льготных танков и можно было бы сразу посмотреть насколько их нужно аппать потому что если сделать так что часто попадать к шестеркам то льготные танки будут их просто изничтожать они ничего не сделают вы видите карту которая коридорная состоит из трех дорожек как обычно схема world of tanks шестерки ничего практически сделать не могут они там что-то пытаются на фугал где там этом к в 5 там в лоб хотя мне ни один из самых бронированных и льготных танков пытаются что-то там ему сделать изредка пробивают когда выбор позволяет и вылетает большое пробитие а так в целом ничего не получается и даже не самый скилованный к в 5 просто перемолол все шестерки внули ну единственно что проблемы были с восьмеркой это было видно что восьмерка в принципе по зубам к в пятому главное правильно действовать и не залазить сильно глубоко пока ты не переубивал все эти восьмерки а потом уже шестерки можно просто ехать и катком передавливать вот такие у меня мысли по всему этому с вами был арчик играть красиво пока и 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 Продолжение следует... Продолжение следует...